Ladies and gentlemen, he is back Опять этот меркантильный хач Мы будем задавать самые жесткие вопросы Мы здесь можем быть королями, а там мы какашки Он пропагандист, как говорит, вызывайте милицию Шел до последнего, продал свою собаку Капитализм, welcome Вы, говорю, поаккуратнее, у меня есть тренер по ЧБД Кто-то, походу, скурвился несколько раз Блядь, я же дома, как охуенно It's time for the best podcast of time With Oda, Sepoia Hola, señoras y señores Our guest of the main event podcast is Some of you, my brother, Sardaroff, a.k.a. Hatch A.k.a. Grasney Roger Долго учил это? Я на ходу сейчас пытаюсь это делать, а здесь, ну, и с радостью, ведь танды у меня написано. Ну, то есть смысл этих слов, он есть. Это наш гость в подкасте «Мейн-Ивент» Амиран Сардаров. Кайф. Давай. Спасибо. Как дела вообще? Как тебе в России? Ты в холода приехал. Супер. Мне очень нравится. Да? Я соскучился. Я могу объяснить. Вообще весь процесс сейчас вот в первые дни, который был, когда я приехал. Я приезжал на неделю. У меня был билет на неделю. Повидаться с мамой, потому что я грин-карту получил, и из грин-карты ты уже можешь выезжать. А до этого времени ты не мог. Но это отдельная поздравительная телеграмма тебе за грин-карту, потому что большое количество россиян, хоть они это и скрывают. Хотят, да. Подают на грин-карту, периодически на лотерею. Но и в принципе, я думаю, хотят получить грин-карту. Но здесь есть и плюсы большие, и есть большие минусы. Можем об этом чуть позже поговорить. Твоя кепка зеленого цвета со смайликом, это как бы в честь грин-карты. Это блин один из. И я приехал сюда повидаться с мамой, с самыми там близкими друзьями. Из Лос-Анджелеса. Да, и послушать свои ощущения. Потому что когда я там был, люди, которые там давно живут, иммигранты там более старшего поколения, они говорили, что мы там каждый четверг курим сигары и в покер играем. И они говорят, что, Амиран, ты сейчас вернешься, и ты скажешь, блин, два года спустя, типа, блин, что это такое? Сыро, типа, холодно, пьют. Все клише, которые в России есть. Да, все сейчас это. Ты скажешь, блин, моя любимая Америка, еще грин-карт получил, поеду-ка я обратно. Вот честно говорю, на второй день в России я себе сказал, матом можно? Да, конечно. Блядь, я же дома, как охуенно. Здесь должен быть бак-бак-бак-бак-бак, диджейский хорн. Да, и искренне говорю, это вот там сейчас вряд ли на этом подкасте у кого-то есть заинтересованный, чтобы я что-то пропагандистское говорил. Я вот сейчас делюсь. Ну, пропагандистская говорит, вызывайте милицию. А, не, наоборот, это же хорошо, да? Да, делюсь своими ощущениями, то есть, мало того, что все, с кем я общался, не просто отозвались, а начали предлагать помощь, типа, что ты хочешь, чем тебя поддержать. Блогеры, которые были в битве за хайп, еще там вот молодые, когда мы начинали эту движуху, ребята, которые у меня работали, продюсеры и так далее, все позвонили, сказали, Амиран, давай что-то сделаем, тебя тут ждут, и все будут рады, если ты что-то начнешь мутить. А у меня было ощущение, что два года спустя я здесь уже, ну, все, уже закрытая книга, уже новое поколение пошло, это, ну, бывает такая тема. Популярность – это, знаешь, это вознаграждение и проклятие иногда, там у нее разные этапы бывают. И я такой думаю, ну, а почему нет, там так тяжело все дается, плюс в 35, плюс языковой барьер, ты не так хорошо говоришь. А здесь прямо само в руки идет, имя еще работает, и возможности есть, и мне понятен рынок, по крайней мере. Потому что, когда ты там, тебе надо думать и тратить время, чтобы понять, как чувствуют, там, чернокожие, да, там люди. Латиносы. Белые, латиносы, да. А здесь я вырос среди кавказцев и славян, то есть я обе эти ментальности прекрасно понимаю. Поэтому ты не помянул сексуальное меньшинство сейчас, что они не помянули, да, потому что выросли кавказцы и славян. Ты говоришь насчет того, что ты сидел вечерами, там, эмигрантское сообщество раскуривало сигары. Да. Мой личный опыт такой, что… Кстати, пацанам огромный привет, они все прям классно меня поддерживали и пытались помочь как можно скорее ассимилироваться. Дай бог вам здоровья за вашу культуру и гостеприимство, которое вы не забываете за океаном. Да, и сигары были всегда офигенные. Ваше здоровье. На здоровье. Почему не говорят на здоровье, так никто и не понял, да, походу, американцы. Так вот, мое наблюдение следующее, то, что люди, эмигрировавшие в 90-м году условно, в 98-м, 2005-м, у них Россия остается… Они же, как правило, в конец берут билет, и первое их возвращение войдет на родину спустя там десятилетия, как правило. И в их головах, когда я с ними разговариваю, они мне рассказывают о России там 93-го года. Я говорю, да нету там такого, вы что, шутите? Ко мне подходит моего друга отец, они в Сан-Франциско там куда-то с 89-го. И он так, я читал новости, что там в Питере мужик подошел, банальщина какая-то там, ножом угрожал женщине, забрал пакет. Я говорю, слушай, да у вас страшно на улицу выйти, в принципе. Допустим, как страшно в даунтайне Лос-Анджелесе, я не знаю, где в России так страшно. Кто-то там демонизирует Кавказ, что там… Во-первых, Кавказ. У нас нет такой преступности. Во-первых, там 340 миллионов, да, их на 200 миллионов больше, чем нас. Вероятность урока встретить гораздо больше, чем здесь, в принципе. Блин, ты знаешь, вот когда там поживешь и здесь поживешь, да, не можешь уже сказать, что там лучше, либо здесь лучше. Ты просто понимаешь, что это другая страна, другой мир, и там есть свои плюсы, здесь есть свои плюсы. Что касается жизни, там отдыхать, дети, чтобы там росли, да, это классная история. Субтропики, возможности, умная конкуренция, ну, много чего можно перечислить. Что касается России, вот там я понял абсолютно простые поговорки, которые, понимаешь их смысл только, когда пройдешь через некие там сложности. Вот мы уже взрослые, где родился, там и пригодился, все. Ну, ничего, ты не перепрошьешь себе мозг, это невозможно. Тебе нужно, даже если бы я продолжал бы там упорно идти там рогами вперед, от 5 до 10 лет, чтобы хоть что-то тебе там понять, в тебя начали верить, воспринимать и так далее. Потому что вот сюда приезжает там узбек, таджик, там средняя Азия, СНГ больше всего. СНГ, да, вот он через год, он заговорит по-русски, заговорит, но восприятие его все равно будет иммигранта Средней Азии. Абсолютно, да. Мы точно так же, то есть мы здесь можем быть королями, а там мы какашки. И заново надо доказывать им всем, что ты чего-то стоишь. Я помню, это же до твоего отъезда ты был, в принципе, везде в топах, в популярном. И я помню, ты получаешь паспорт сколько-то лет назад и получаешь визу в Америку, по-моему. Как-то так. Да, грузинский паспорт, у меня российского нет еще. А, грузинский паспорт. Гамар Джобал. Гаги Марджос. Гаги Марджос. Я в институте, мне нравилась девушка одна финансовая академия, она была грузинка. Я друзей грузинов просил, научите мне пару слов, я к ней приду и скажу, Гамар Джобал, а мази Гуго. Класс. И она скажет, кто ты. И она скажет, где следующая встреча. Так вот, о чем я думал вообще еще тогда. Я помню, опять же, я не пересматривал это по новой, но ты поехал, у тебя было, с кем-то из ребят из России ты ездил, в Америку, в Лос-Анджелес, в Майами. Есть такое выражение, не путайте туризм с эмиграцией. Вот что-то такое было, когда ты первый раз приехал. Это я этот анекдот слушал перед тем, как отъехать. Знаешь, когда в ад попадаешь, случайно слышал про это? Да. Тебе человек умирает, попадает в ад, и его там встречают шлюхи, блэк-джек, там все классно, он там алкоголь, вот это все, все дела. И они понимают, что случайно попал, типа, ладно, езжай, типа, обратно живи. И потом он такой думает, а что я здесь живу, здесь ничего у меня нет, я лучше там обратно вернусь. И он себя сам отправляет туда, ему кирку в задницу, в котел прокрутили как следует. Он говорит, а что случилось, говорит, это не то место. Он говорит, а ты не путай, говорит, эмиграцию с туризмом. Ну, то же самое, первые три месяца ты, у тебя эйфория, да, плюс багаж опыта, который у тебя здесь, ты думаешь, ну, если я там сделал, если я там смог, то какие вопросы здесь, условия-то менее суровые в Америке, с одной стороны, так кажется. С одной стороны, с другой более. С другой стороны, да, более суровые, потому что со всего мира туда приезжают, и все хотят, там, итальянцы, французы, вот все хоть чего-то достигли у себя на родине, там, классный ресторатор, классный, там, я не знаю, продюсер, еще что-то, они все приезжают, и мы рубимся, по сути. Да, там жуткая конкуренция, и страна эта построена на конкуренции. И на тот момент я начал ценить коллективизм, который в России есть, и понимать, насколько сложен индивидуализм, который в Америке есть. То есть, да, если ты сам что-то сделал, ты взлетел, и вся Америка тебе поклоняется, и говорят, ты смог среди 340 миллионов, а как-то здесь, знаешь, мы, как сказать, по-братски, потихоньку все равно двигаемся. Ну, это есть, наверное, культурный шок, который мы там ощущаем, когда прилетаем, первый раз особенно. Они разные этапы, абсолютно разные, то есть, у нас все время шок, от позитивного до, блядь, зачем я это сделал. Я помню, много лет назад мне кто-то говорил в этом, в Нью-Йорке, ты знаешь, говорит, я говорю, ой, как здесь классно, у вас такие небоскребы. И они говорят, через 2-3 месяца небоскребы, желтое такси уже не увидишь, а будут белы у тебя, вот они же постоянно Билл, Билл пришел, Билл пришел, не Эдвард Билл пришел. Билл и таксы. Билл и таксы, да, даже кто английский не знает, он знает, Билл и таксы, Билл и таксы. Что касается минусов грин-карты, плюсы, в любой момент в Америку проходишь не вот эти огромные очереди, кто был в Лаксе, в аэропорте, они прекрасно знают, что ЛАЭКС, что ты, когда приезжаешь как турист, тебе нужно простоять 4 часа, чтобы пройти все контроли. С грин-карты ты проходишь за 5 минут. И там прям, наверное, вывеска. Да, грин-карт-холдер, да. И что касается минусов, ты платить начинаешь налоги со всех своих бизнесов с любой точки мира. Уже имея грин-карту, не обязательно гражданство. Вот эти моменты надо прям точно прочекать, но я знаю, что эти сложности уже начинаются какие-то с грин-карты точно. А следующий этап уже паспорт, ты же не выбросишь свою грин-карту, то есть это логичное продолжение. Знаю, очень много достойных представителей СНГ, они могут тебе устроить пару приводов в милицию, нет, тут больше гражданства тебе. Там, в смысле, да? Да. От Мути 7-11 ограбите. Обратно. Вечер. Give me your pocket morning. Вот так, как индусы. Придержи эту услугу пока. Вообще, как-то сидели с друзьями, обсуждали, идея того, что нужно валить, такая, она же типа витает у нас, ой, нужно валить. И я всегда с друзьям говорю, я опять же не хочу за человека пропагандист, куда валить вы хотите? Окей, тебе 40, 30, 50, куда валить? Типа здесь не очень. Вот пример, знаешь, Таира с Comedy Club, вот Дудь очень сильно на всю Россию осветил. И я, парень, никогда не видел этого, у него все было не так уж плохо в России, как я понимаю. Он был какой-то, никакой селебрити, известный человек, и на своем имени явно мог копейку какую-то свою зарабатывать. Но свобод было мало, видимо, для сейчас он поехал, я помню из фильма, что он покорял Америку, там, типа, стартап, он сделать квест. Да, мне кажется, они придумали квест еще при этом, когда декларацию... Ты знаешь, рынок настолько другой, что те квесты, которые у нас взрывают и популярны, там они просто, их нет даже. А если кто-то пытается что-то близкое сделать, он сталкивается со сложностями вот этой, ну, как сказать, взаимодействия с человеком. То есть у нас жизнь выпрыгивает, пугают, там, все, что много здесь у нас дозволено, там зарегулировано, да. Что касается Таира, я его очень хорошо знаю, мы близко дружим, я его по-человечески искренне люблю. Пример вообще, ты считаешь, ну, актуальный или не актуальный, ты мне скажешь... Что касается творчества, наверное, Таир самый заметный персонаж, потому что, что касается бизнеса, там много состоявшихся кейсов есть. Что касается творчества, это, наверное, самое сложное направление, потому что публично тебя все знают, да, и тебе надо доказать опять. Примеров очень мало, которые там состоялись, там, не знаю, раз в 5 лет, раз в 10 лет, если кто-то стреляет, и то, там, чуть-чуть, там, знаешь, облачко такое. Это не бывает мировой глобальной какой-то там доминации, как правило. Я не помню, у кого получилось, может, Тату были какое-то время в музыке. А, ну, может быть, это было. Что касается там актеров, режиссеров, Биг Мамбетов тоже вот немного было. Но все по итогу понимают, что у себя на рынке они сделают больше, заработают больше, и, ну, будут более применимы, что ли. Потому что там это огромный конвейер, ты появился, даже если ты засверкал, дальше все, погнали, как бы ротация идёт. Потому что постоянная смена поколений бывает, и, допустим, я помню, приезжал Эвер Ласт. И у Таира сейчас есть музей Селфи в Вегасе достаточно успешно, да. И Таир, на самом деле, в душе американец. Вот ему Америка как никому другому подходит. Он такой хастлер, наверное, ему нравится. Таир, мы желаем тебе удачи в твоём бесконечном хастле в Америке. Keep hustling. Насчёт гражданства, и я не закончил мысль, мы с друзьями сидели, рассуждали об этом. Кто-то говорит, я хочу сделать американское гражданство. И потом мой друг, он в консалтинге работает, он говорит, вообще американское гражданство самое токсичное. Потому что, как только его получишь, то, о чём ты сказал, где бы ты ни заработал, ты будешь башлять туда уже. Как пил мой друг Вовчик Бирагов, ну тогда башляй за газ, гусь. И у медали всегда там две стороны, может, три, может, четыре. И это такой момент. Что вообще для тебя было культурным шоком, перечислило? Ты приехал в Америку, вообще первый раз, не когда ты переехал. Потому что, во сколько ты переехал в Россию? В семь. А, ну ты вырос, состоялся в России, здесь никакого культурного шока не было. Да. Культурный шок. Ну, первое время, как турист, ты, конечно, в шоке от всего. Я потом наблюдал разницу, то есть, когда я уже привык там жить год спустя, и какие-то друзья из Москвы приезжали или блогеры там хотели повстречаться. Я вижу, что они все снимают вот переход там, да, дороги, светофор, такси и так далее. То есть, первый этап ты проходишь вот это. Тебе кажется, что здесь все прекрасно, все замечательно, такая детализация. Поражает детализация всего. Как будто попал в журнал, который в детстве смотрел. Да, нету едильно. Вот у нас же есть сейчас некий стандарт Москвы, да, все в едином стиле. Такое серое там, да. Но это красиво смотрится, это Москва, она там по-другому, наверное, и не будет играть. А там совсем другая история. Вот это первый культурный шок. Второй культурный шок, то, что люди на улице могут себе позволить все, что угодно, и никто на это никак не реагирует негативно. Самовыражаться как угодно, вести себя как угодно. Если это не нарушает мои границы и не угрожает моей безопасности, не касается моей личности, никогда не унижает, делай все, что хочешь. Это второй культурный шок. Третий культурный шок, мы же про позитивное сейчас говорим, да? Да мы вообще подказ за позитив. Да. Третий культурный шок, они все в целом очень позитивные. И на релаксе. И я когда пришел первым сначала драйвом таким московским, все, давайте там, цель есть, херачим, идем сейчас, раз уж так, что нам нужно, это, то, набрал себе мини-команду. И в выходные у меня там процесс же идет, Москва уже не спит, да? Но оверслип, у тебя работа ночью, днем, если у тебя это твоя команда, вы вместе, она должна там подрываться, когда ты хочешь. Я в выходные пишу помощнику, еще кому-то, помощнице. Мне никто не отвечает. В Америке. Да, мне никто не отвечает. В понедельник мне приходит ответ, да, добрый день, Амиран, типа, вы что-то хотели? Я говорю, что не отвечали-то? Он говорит, а в Америке в выходные никто не работает. Ты черт возьми работаешь на меня? Да, в Америке никто не работает. И вот эти моменты, они, знаешь, ты начинаешь понимать, что твое представление о бизнесе, о мире, оно другое совершенно. Здесь по-другому все воспринимают, по-другому живут. Малейшее в Калифорнии попытка давления, типа, давай делать вот такое что-то, человек отмораживается, тебе не отвечать никогда больше. Так это именно и Калифорния, как я понимаю. Да. Ну, допустим, в Джорджии это не так. Ты скажешь, чувак, давай-ка выходи в воскресенье. Он сказал, окей, босс. В принципе, кстати, насчет того, что весь мир туда идет, в твоих блогах были девчонки часто, да, и, допустим, ты мог привлечь девчонок из бывшего СНГ, русский, здесь, с Кавказа, бывший СНГ, все, Азербайджан, Армения, Узбекистан, а там ты можешь привлечь всех, белых, черных, красных, каких угодно. Я помню, в Нью-Йорке шел, я обалдел, в Москве очень много красивых девушек, а тут много разных красивых девушек. А ты попробуй подкати к ним. И наша вот эта тема, она не работает. Не работает. Я заметил. А если по работе тебе менеджер чек выкатит такой, что ты скажешь, мама миа, какие золотые времена в России у меня были. I'm celebrity back home, baby. И я заметил, что когда ты подходишь, там, девушка, я прошу прощения, она прям вот, типа, отойдет меня быстрее. И бывает ощущение, что она еще и копа вызовет сейчас. Не то, что каждый день пикаперством занимался, но был какой-то опыт, просто заговори с человеком. Брат, я не знаю, как ты подходил, но ты знаешь, там были разные ситуации. В целом, если ты подойдешь, скажешь, у тебя классная жопа, они поржут над этим. А, ну нет, я человек... А у нас, может, интеллигентный подход такой, знаешь, она сейчас думает обрабатывать. Маничелла какой-то. Потом я деньги занимал пару раз, может, из-за этого. А, понятно. Пару баксов мне так на ход ноги. А где жил в Америке, где тебе понравилось больше всего? Я много где успел. Я в Майами пожил, там проект делал пощечины. Stone Faces. Stone Faces, да. Много сил потратил на это, денег. Stone Faces, переводя на русский, такое недвусмысленное название. Каменные лица. Да, Каменные лица. Вот так и повезло, что и здесь звучало это, и переводя там, американцы искали офигенное название. Ну, Каменные лица, как я понимаю, в России вообще предыстория другая. Не пощечины. Пощечины. А, да? Да. Сразу пощечины. Просто мы давали вкупе сразу с другими шоу, и все начинают как-то... Или ты пошутить хотел? Нет, я не хотел пошутить. Я про Каменные лица слышал много лет назад. Эта забава, она очень... Я боюсь сказать сейчас что-то резкое. Меня поругают дома. Мои родители могут посмотреть. Но, сколько я помню, Каменные лица была связана с группой ребят за столом. Так. Вот. И одной девушкой под столом. И вот они играли в Каменные лица. Да что ты, черт побери, такое несешь? Не понимаешь, о чем я. Ну, типа, у них Каменные лица. А-а-а... Понял. И такое шоу было? Нет. Что касается шоу, я тебя буду спрашивать. Я никогда не принимал участие в никаких шоу. Слушай, прикольная идея. Мне нравится. Можно на порт-хаб это закинуть. Вези ее в Америку. От нас передай. А ты знаешь, что вот она уже не такая. Америка стала, как сказать, очень мнительная к пошлым и жестким вещам. А ты почувствовал, так как ты жил в разных местах, вообще разницу между Калифорнией? Потому что я думаю, что Калифорния, это вообще житница всего. Как наш Ставропольский край, Краснодарский край в сельском хозяйстве. Вот в плане этих гиперсвобод, всего вот этого, что они делают с артистами, как называется, какой-то у них есть движ, когда там... Ну, когда они начинают банить чувака, как Кевина Спейси. Да. Когда его отовсюду выгнали за какую-то старую историю. Да. И я помню французская актриса... Кошмар. Демид. Я ее не помнил и до начала подкаста. Но она говорит, слушайте... Да здравствует постпродакция. Да. Здесь мы вспомнили. А я думаю, это не надо вырезать даже. И она говорит, да наоборот, мы женщины за то, чтобы нас шлепали по попе, что-то такое. Это уже какие-то вот гипер... Ну, в гиперформы приобретает. Я что... Мне интересно. Ты был в Калифорнии, во Флориде, в Нью-Йорке. Где тебе показалось, это чувствуется сильнее всего? Вот эти перекосы, что там... Так не смотрите, так не делайте. И Black Lives Matter в конце концов. Знаешь, оно не чувствуется в повседневе. Наоборот, ты чувствуешь, что Америка поддерживает любое инакомыслие. И неважно, это республиканский штат или демократический штат. Любое инакомыслие. Хочешь, с бананом в заднице иди, хочешь, с разукрашенными перьями, что хочешь... Это новое шоу? Ну, может быть. Живи на улице, построй себе палатку, живите, никто ничего не скажет. Раз в неделю только копы приедут, попросят отойти, чтобы пожарные шлангом помыли асфальт. Там, да, где ты находишься, потому что воняет. А любое инакомыслие оно поддерживает. Наверное, именно поэтому у них есть много всего такого успешного. Потому что, если начинать там гасить с ЛГБТС сначала, как у нас, наверное, это непопулярно, но честно говоря, объективно, как есть, вот за чем я наблюдал. эта цепочка начнет идти там по всем сферам жизни, которые не нравятся кому-либо. Ну, и к чему это приведет, я не знаю, но в Америке из-за того, что она в основном с вами теплая страна, субтропические, там Калифорния, Флорида и так далее. Видимо, это там и не работает. А у нас суровая страна. У нас горцы, у нас войны, у нас богатыри. Здесь это точно не приживется. Я бы, знаешь, как описал, в России негативный отбор идет сверху вниз, а в Америке снизу вверх. Интересно. То есть общество само решит, кого кенцельнуть, а кого поставить на пьедестал. А у нас сверху вниз решат. И в этом все есть две перегибы тоже. То есть система идеальна не там, не там. У тебя написано, Майки Кэмп Хай. Это никакая не пропаганда, ни наркотиков, ничего противозаконного, но мы из новостей все знаем, что в Калифорнии легализован медицинский каннабис в том числе. Да. И Окленд, город, который через там буквально мост от Сан-Франциско, они хотели сделать, я читал как-то грин-зону, именно касаемо бизнеса в каннабисе. И там есть сумасшедшие законы, что если ты делаешь бизнес, то в Окленде у тебя будут какие-то льготы, если ты возьмешь на работу именно в этот бизнес цветного, у которого есть статья за наркотики. То есть как твоя общественная работа, ты привлекаешь какого-то цветного парня. Опять у нас не российский, не националистский, у нас российский, но не российский канал. Но это уже бред. Ты по сути должен взять преступника себе на работу и дать ему какую-то часть либо у себя в помещении, либо оплатить ему аренду. И вот эти перекосы, мне любопытно, потому что я когда разговариваю с ребятами, кто живет за океаном, и мои внутренние какие-то ощущения подтверждаются тем, что я бывал там, не жил никогда на постоянке, но бывал там по работе, студентом. Первый раз я был вообще там чернорабочим в 2007 году. Это walk and travel программа, когда студенты мне ездили. То есть их жизнь видел с разных сторон. Очень много плюсов, конечно. И при том, что я там бывал, у меня никогда не было мысли там остаться. Потому что это российская ментальность, она же уже тем более после 30-ти, ты ее никуда не денешь. И я каждый раз возвращаюсь сюда в поддержку твоих слов, я понимаю, господи, как здесь здорово вообще. Что касается культурного шока. Первый культурный мой шок, и, наверное, еще больше его испытал Кирилл Сарычев. Кирилл Сарычев. Силач. Глыба, машина, да, абсолютно чемпион по всему, что можно жать, поднять и толкнуть, наверное. Соведущий каменных лиц. Мы предпоследний раз, кажется, ехали в ЛА вместе. А я перед тем, как переехать, раз в год на месяц ехал туда просто перезагрузиться, потому что ты отключаешься там от своей работы, рутины. И это помогает с новыми силами вернуться в бой. Мы поехали в ЛА, сняли дом на холмах. И то ли в первый, то ли второй день захотели сделать автопати. Для моей жены на всякий случай. Я тогда был холостой, помнишь, да? Мы как раз познакомились. А то она молодая, лишний повод для ревности, чтобы не было. И мы поехали... А вот с семьей в Москве ты как разошелся? Вот это поворот! С какой? У тебя же дети вроде здесь есть. Ты че? Нет. Чтобы она не переживала. Сейчас вот так... Это в газеты возьму, да. Такой грязный вброс. Погоди, то есть мы с ним это не обсуждали. Это в камере не было. Извини. Поехали с Кирюхой, сняли дом. На второй день захотели автопати сделать. И у меня единственный русскоговорящий друг там на тот момент был. Костя его зовут. Он там давно живет, уже лет семь, что ли. Я ему звоню, говорю, Костяныч, я говорю, хотим автопати сделать, нужны девчонки. Он такой, братан, вообще вопросов нет. А в Америке сложновато туристам, девчонок найти каких-то. Он говорит, братан, вообще вопросов нет, беру на себя, не парьтесь. Мы с Кирюхой такие, ну классно, я говорю, а что нам сделать? Он говорит, ну идите купите выпивку и закуски. Мы такие, ну хорошо, пошли в супермаркет, купили вот эти красные стаканчики типичные американские. Зачеринки американские. Все, что в голове с детства есть, решили в таком виде сделать закуски всякие, там снеки, напитки, алкоголь, текила, виски, в общем все закупили. Приходим, ждем, сидим. Наступает вечер, приезжает Костя с тремя девчонками. Заходят в гостиную они, одна была чернокожая девушка, другая очень милая, с милым лицом, и третья странноватая немного. То есть, ну вот это в глаза сразу бросается, ты не смотришь, она странноватая. И Кирюха меня отводит, говорит, бро, бля, я надеюсь, меня Кирилл не убьет за эту историю. Отводит и говорит, бро, говорит, это мужик. На одной из них как-то штрафы. Он только что повалил меня в армейс. Я говорю, да не, отвечаю, это мужик. Я говорю, да хорош. Он говорит, да я тебе говорю. Я говорю, ну пойдем, мы Косте спросим. Я говорю, ну он наш братан, русский, он вряд ли бы такую подставу замутил. Он говорит, пойдем, пойдем. И Кирюха такой, богатырь идет. Мы отводим его на балкон, и Кирюха у него спрашивает, скажи мне честно, среди них есть мужик или нет? И Костя, глядя на него, он не высокого роста, даже растерялся, ну не один, а два. Но вы, не парьтесь, они после операции. No worries, Кирилл. Да, и Кирюха, а Кирюха я вижу, он такой русский богатырь, он начинает закипать, он краснеет, пар из ушей, просто у меня ощущение, что он ему сейчас вот так черепушку возьмет и сдавит. И он просто за это, да. Ну потому что внутреннее ощущение, я же знаю его там, я из России, что пацаны подумают, не дай бог даже узнают про это, там что-то надумают. Теперь вопрос, что теперь пацаны подумают. Ну давайте я дорасскажу, надеюсь, вы все вставите, да, и чтобы меня Кирилл не убил потом. Я говорю, Кирюха, я говорю, брат, успокойся, мы в Америке, мы здесь никто, мы здесь гости, давай их типа там, ну, нальем им выпить, они посидят, нам же не обязательно с ними что-то делать, да, просто будем friendly по-американски. Как нормальные пацанами давай посидим, пацаны. Он такой, знаешь, кипит, кипит, ну хорошо, я, говорит, не могу так сидеть трезво, возвращаемся, и Кирюха, там диван такой был, гостиная большая, девочки и мальчики сидят на диване, я сбоку, а Кирилл на кресле прямо напротив них сел. И перед этим ему все время было интересно, наебал ли нас Костя, действительно они после операции или нет. И он садится, мы начинаем болтать, у меня на тот момент английский был не очень, еще хуже. И я смотрю, через три минуты Кирюха вот так у себя на груди засыпает. Вот, ты представляешь, огромный вот такой чувак, чуть-чуть похрапывает. Я про себя думаю, блин, слава богу, сейчас конфликтов не будет, проблем, я пока с ними поболтаю, и они уйдут. Я Костю спрашиваю, я говорю, Костяныч, я говорю, ну а это, говорю, все, что у тебя есть, никто не приедет больше. Он говорит, не, девчонки? Да, точно, девчонки, говорит, не переживай, сейчас, говорит, а этих выпроводим. Я говорю, ну хорошо. Проходит там час, подъезжает, слышу машина, выходят, две девушки спускаются, это как раз моя жена, Маша. Будущее. Да, на тот момент будущее, впервые в жизни. Обалдеть. Это моя жена и с подругой Ками, которая номер один, двойник Ким Кардашья. Она даже играла в шоу, как ее первый двойник, самый похожий. Они спускаются, армянка, кажется, он по-русски говорит, ну то есть наши все. Они спускаются в гостиную по ступенькам и в этот самый момент Маша встречается со всеми глазами. Кирюха резко вот так просыпается, вот так. I have a question. Do you have a dick or not? Он говорит. Это слышит Маша. Что делает Маша? Она такая вся легкая, знаешь, ребенок. Здрасте, здрасте. У меня там, кстати, другой автопати, вы извините, я опаздываю. И уходит. Все, вот так мое знакомство было с моими женами. And by the way, no. А эти сидят как бы, да, просто в шоке, знаешь, просто в шоке. Они не понимают, как на это реагировать. Типа, это какой-то русский бык, он же убить еще может, раз он не постеснялся, такой вопрос. А ты чтобы понимал, ты же там был, то есть в таких тусовках, они настолько деликатные все, нежные, такие, знаешь, сладкие просто там. Отрезать член можно, спрашивать про это нельзя. Да, да. И я думаю, блин, вот мы попали. Я сразу начал думать, сейчас приедут копы, нас начнут судить за харассмент, какое-то, знаешь, давление, еще что-то. Но Кирюха, знаешь, не сконфузившись и вообще не растерявшись, он продолжал спрашивать, типа, I'm so interesting. Do you have a or not? So my friend, how was you? Pretty good, да? И они такие, ну типа, ну нет, типа мы после операции, там и так далее. Ну как-то мы замяли эту историю, они уехали, все уехали, мы одни остались дома, легли спать, и вот так наша вечеринка закончилась. Ты просыпаешься, пять ночи так. Do you have a day? Круто, классная история. Это, наверное, как сказать, такая витрина Америки, одна из, которую, когда ты только там оказываешься, тот самый культурный шок испытываешь, про который ты говоришь. Потому что мы не готовы к этому совершенно. Вообще, и не факт, что мы будем готовы через пять лет и через десять лет к нашему разговору, что у них это естественная эволюция. И мы постоянно пытаемся примерять, мне там, я не был на всей планете Земля, как Артемий Лебедев, но где-то был, и я понял одно, условно, сколько индусов не заставляли говорить по-английски, они не стали англичанами, сколько россияне не пытались говорить по-французски, мы не стали французами. Ну, типа, может, не будем больше косить, пусть они под нас косят. Мне, допустим, неловко бывает, когда в России иностранец подходит кому-то из россиян, и ему отвечают, sorry for my English. Да с чего вообще ссори должно быть? Пусть он хоть выучит три фразы, мы же учим их фразы. Гордые европейцы, французы, испанцы ведь не учат английский, у них какая-то гордость есть, типа, я его выучу, если не надо будет. Я сейчас вспомнил, ты рассказываешь, он же прославленный силач, а ты любишь качку, по-моему. Ты качаешься. Недавно полюбил. Чуть-чуть. Недавно полюбил. Я вчера буквально пересматривал, я посмотрел два интервью с тобой, у Дудя и у Собчак, и в принципе, можно разделить твою карьеру российскую до и после этих интервью, как мне кажется. Да, это правда. Потому что это самые матерые были интервьюеры, в принципе. Я не думаю, что кто-то лучше сделал интервью это. Но Собчак, говорят, что лучше раскрыло. Я, вот опять же, как пацан, видит другого пацана. У меня было ощущение, потом я начал это все как-то вместе сводить в голове своей. У Дудя, это твой пик, мне кажется, в России. Именно блогерство. Вот популярность и в целом. Нет, нет, именно блогерство. На тот момент только блоги были. Им вот именно вот это снимать, лайв там и так далее. А потом... Канал уже много раз эволюционировал. А потом это все, ага, ответвление прошло. Да, наверное, пик был. У меня не было такого, что типа вот блогер в этой сфере. Потому что очень много есть таких ребят. и у него может быть 15 миллионов подписчиков, и его знает определенная аудитория. У меня в целом медиакапитал как-то рос. И вот когда уже была битва за хайп и каменные лица, он уже стал не связан только с Ютьюбом и с подписчиками. Поэтому, наверное, пик тогда его не было. Это было влогерство. Я на что обратил внимание с Дудем в интервью. Сейчас очень популярный термин профессиональное выгорание. Да. И у меня есть ощущение, что ты сидел замученный на этом интервью. Не просто ты не выспался сейчас, сегодня, а это какой-то накопительный эффект. И ты вот так сидишь. И у меня создалось впечатление, что я потом прикидываю. Ну, как раз Амираны все хотят на тот момент. Начинают все хотеть. И ты прям сидишь. И поправь меня, если не так, у меня бы такое исположилось впечатление. И может, поэтому Собчак лучше тебя раскрыл, потому что ты, в принципе, был как спортсмен, лучше в кондициях был. Ну, и плюс на женщина. Ой, я это очень сильно понял. На самом деле, настолько все относительно. Вот те, кто имеет лишний вес, если вы думаете, вы там активные, бодрые, вы красавчики, поверьте, вам не с чем сравнивать. Начав заниматься спортом, и в Америке, у меня там был после анализа крови, все как полагается, сейчас спортсмены, там профессионалы, чтобы не хейтили, я сел на гормонотерапию на три месяца. ТЗТ. Тестостронная заменяющая терапия. Совершенно другая жизнь стала. Мне сейчас 35, я себя чувствую на 20 лет, я сплю 4-5 часов, бодро встаю, чего не было тогда. Вот тогда ты на меня видел, я там мог поспать. Я правильно понял это по интервью? 100%. В 8-9 часов я мог поспать, я просыпался разбитый, как старая кляча, типа, блядь, жить не хочется. На тестостерончике гораздо лучше. Но я не всегда буду так сидеть, я тестостерон не колол, я только гормон колол. Но при этом я понимаю, что если время от времени заниматься здоровьем, а это как раз-таки заниматься здоровьем и продолжать заниматься спортом, ты будешь себя внутренне чувствовать намного моложе и бодрее. Ну плюс ты со своей опытной и умной головой, а тело мой молодой. Да. Лет 7-8 назад в UFC была легальная, TRT называли, тестостерон replacement therapy, заменяющая тестостерон терапия. И на взвешиваниях это было видно очень хорошо. У них были суперфигуры, как у качков. А потом, когда это запретили, фигуры массово просто испортились, потому что и стало больше травм гораздо. Самый показательный был Алистар Аверим, который перешел в UFC, я помню. Какой он был здоровый, ты помнишь? К1 и какой стал в UFC. Он даже в UFC был пару боев, куда он поделал, а потом выходит пожилой чувак, такой висший. Насчет качки. И ты у Собчак сказал, что начал качаться. Ты же недавно это начал делать. Но тогда это было не качка, а, знаешь, попытка в свободное время поддерживать форму. А сейчас, после того, как я там в Америке три месяца активно только сидел на диете, на кето-диете сначала, потом правильное питание, потом гормон колол и занимался каждый день. Три дня я занимался, день кардио, потом опять три дня занимался. Скинул 9 килограмм, это, ну, вот это я считаю действительно скоро. Ты весилый килограмм 95? Это 5. Я там очень сильно набрал, потому что мы очень много ели, там аппетит есть, с чем разгонять. Это большие порции там, да? Да. Большие вредные порции. А и потом я понял, что это так жить нельзя, надо что-то с этим сделать. Самое смешное для меня так, я сейчас пойду на тренировку, чуть форму наберу. Как ты наберешь форму, если ты никогда не был в форме? Ты же не поймешь, что ты в форме, либо не в форме. Или за неделю до отпуска. Да, вот сейчас чуть-чуть. Надо похудеть. 100 дней, вообще в фитнесе, особенно в московском, бывает видно, 100 дней до лета, когда начинается, раз, суета какая-то началась. И эти абонементы растут в продажу. Как горячие пирожки, акции начинаются. Ты, наверное, ходил в какой-нибудь Винесбе, а, или пандемия, наверное, ты не смог пока. Нельзя, да. Я ходил в какой-то, а, я в Эквонокс ходил, не знаю, это реклама, не реклама. Элитная. Это как у нас. Эквонокс, хотя бы сотню скиньте нам. Это как у нас в World Class, типа самая большая сеть. А что ты вообще по фитнес-индустрии думаешь? Мы через фитнес-индустрию потихоньку дойдём, наверное, до боёв. Где круче? Ну, опять же, Москву, наверное, мы берём, Москва это отдельно от России. К сожалению, надо рассматривать любую индустрию, которая в России развита. Фитнес в России суперкрутой. А в Америке что скажешь? Потому что он принципиально чуть разный. Он очень доступный на всех этапах. То есть там уже много теннисных кортов бесплатных. Это же субтропики. То есть человек, каким бы видом спорта не хотел заниматься, ему это доступно. Или стоит это 3 копейки в год совершенно, там, не знаю, 100 долларов. Для американца 100 долларов в год это ничего. Мы за парковку можем в течение дня поездить, 120 долларов заплатить. Что, наверное, не сильно дороже, чем в Москве, в два раза, если с центром сравнивать. Но, тем не менее, там вот это вот такие деньги. Поэтому, не знаю, что касается сервиса, наверное, Москва рулит. Что касается доступности и возможности позаниматься, чем ты хочешь, наверное, Америка здесь впереди. От бейсбола, американского футбола и всего остального. Я обратил внимание, когда подлетал к Лос-Анджелесу и смотрю в иллюминатор, я обалдел, какое большое количество полей, подтверждение, у меня в голове, как у россиянина, что теннисом заниматься для ребенка очень дорого. Дорого, да. Типа, ты что, богатый, чтоб теннисом заниматься? Я мечтал в детстве теннисом заниматься, но у мамы не было возможности даже ракетку купить. Я думаю, 99% россиян не имели возможность заниматься теннисом в принципе. А там, пожалуй, просто иди, 3 доллара, 5 долларов в кармане, ты можешь теннисом. И тебя могут еще заметить. Сейчас, кстати, выходит же фильм «Кейн Гричард» с Уилл Смитом про сестру и сестру Уильямс. Кстати, мне кажется, будет это... Я не знаю, ему надо делать камбэк или нет, и Уилл Смит, мне кажется, это бомба. Уиллу Смиту очень тяжело. На сегодняшний день? Да. Ну, держит марку лет 20 уже. Очень тяжело. Вот то, что он пошел в ТикТок, это огромный шаг над собой, будучи старичком, легендой. Он и в Инстаграм также пришел. За ним, за его женой, как они рассказывают, пытаются быть по-прежнему искренними и все трудности, которые они проходят, поделиться со своими зрителями. Видно, насколько тяжел путь вот этот, о котором все мечтают, там, звездные карьеры, Как они адаптируются постоянно. Да, ну, ему очень тяжело. Очень тяжело. Ему по-прежнему надо своим молодым детям доказывать, что он пример и что он не сдулся. И плюс у них, наверное, какая-то внутренняя в семье конкуренция, если они там все в поисках Оскара или Грэмми, там, они все и поют, и играют. Ты упоминал в интервью про детство свое, и, в принципе, я тебя встречал несколько раз в жизни, много мы никогда не общались, ну, из-за его впечатления максимально адекватного, спокойного, не знаю, мирного парня. Но твое амплуа онлайн вообще же другое. То есть, если бы я тебя никогда не видел, я представлял бы тебя вот такой кутилок, в Кавказу. Неадекватный тип. Неадекватный, адекватный, который там, ты будешь с ним в компанию, тебя будет троллить, он будет шумный, там будут девчонки, секс, драксон, рок-н-ролл. А потом ты понимаешь, вообще это не так. Вообще, как ты балансируешь? Потому что в твоей же голове рождаются эти едики. Я встречался с Камилом на днях, Камил Гаджиев. И он мне говорит, слушай, вот ты идешь, по грани все время. Ты можешь скатиться либо для кавказцев, типа, кенсельнуть его надо, все, либо для славян. Но и те, и другие как-то тебе еще дают шанс. То есть, не говорят ни те, ни другие, ну его нахер. Эти не говорят, что вот там кавказец офигевший, а эти не говорят, ну он свой, он там плюс-минус понимает, там соблюдает что-то. Я могу рассказать предысторию, я искренне, о, кстати, Камил Гаджиев звонит. Подними трубку, почему нет. Можно, да? Да, конечно. Я пробовал, у меня же был до этого другой канал, Амиран Сардаров назывался, не дневник Хача. Я им занимался года полтора, и за полтора года у меня там было, по-моему, тысяч восемь подписчиков. То есть, ну, мертвая история получилась. Я там искренне рассказывал про какой-то свой опыт, какие-то тренинги, то есть, ну, что-то, наверное, более еще младшему поколению на тот момент могло бы быть полезным. Потом я писал книги параллельно. За год я написал три книги, какал кровью, это много где говорил, ну, то есть, некоторые вещи, они, либо есть предрасположенность к чему-то, либо ты себя очень сильно напрягаешь, заставляешь, и организм дает сбой. Это вот именно тот самый случай. Это нахер никому, Георгий, не нужно было. Вот столько усилий, столько усилий, там потом по итогу за полтора года я пять книг, по-моему, написал, и я начал там парочку из них продавать, и за вот все эти усилия я заработал миллион рублей за несколько лет, и этого хватило, еле-еле квартиру оплатить там, и чуть-чуть что-то еще осталось. Я ездил на Мазде, которая скрипела, не свистели колодки даже, а скрипели, делали вот так вот, когда это... Громче на музыку надо сделать. Да, и пацаны мне помогали, там 100 рублей давали, чтобы я бензин заправил хотя бы. Ну, и в какой-то момент после опять очередного переосмысления и депрессухи так сложилось, что ко мне пришла Лариса с Гришей через общего знакомого, который сказал, что я типа в Ютьюбе что-то секу. На тот момент Ютьюб это была загадка большая для всех. Это какой год? 14-15? 14-й, да. И она говорит, раскрути моего сына, он очень такой симпатичный пацан был, 16 лет, и очень хотел звездности. А сами они с очень богатой семьи, с Хабаровской, у Гриши дедушка там Хабаровский олигарх был. Я говорю, ну окей, я написал 10 идей, в котором первые, они все трэшовые были, я говорил, это все 100% сработает, но они там не очень типа такие там позитивные. Будет провокация. Она такая, ничего страшного, мой дед не знает, этот интернет, типа там, да, занимайся. Пусть типа там ребенок мой кайфует, было чем заниматься. Я говорю, ну окей. И первая идея у меня была напоить прохожего мочой за бабки. А все остальное, я думал, типа, ну вот там таких идей было много, я думал, к 10-му выпуску, к 10-й идее я им KPI 50 тысяч подписчиков сделаю, типа где-то так. В итоге получилось, что с первой идеи у нас все это залетело, разорвало, все СМИ в России обсуждали, Доренко, Соловьев, ну в общем все обсуждали, все ненавидели этого Гришу. Дедушка объявился, хотел там всех перебить, убить там. Ну мы его заставляли, да, они сами? В итоге все там стрелки на меня переключили, что никто в семье не был в курсе, это я все придумал, снял, а Гриша бедный. Авторитет деда задавил. Да, но мы разрулили эту ситуацию позитивно, вырулили даже вот этот хейт. Я на тот момент понял, как работает запрос зрителя. И все. Не то, чтобы сказать, что я играю, когда снимаюсь, но я просто понимаю, на какие эмоции примерно стоит не надавить, а вызвать у человека, и ему будет это интересно. Не всегда может быть... Чтобы получить массового зрителя, большого. Чтобы получить массового зрителя, да, безусловно. А массовый зритель, там сразу инструменты, у тебя выбор небольшой. Это секс, еда, размножение и доминантность. Все. Как говорит Савелья. Про ядерную физику не сделаешь, да, шоу сильного. К сожалению, да, к сожалению. Более того, про личностный рост даже тяжело будет толкать, еще тебя и неблагодарным сделают. Еще скажут, что ты жулик, инфобизнесмен, и вообще тебя сжечь надо. Ты на русских бедных людях зарабатываешь бабки. Получается, что у тебя, в принципе, история российского Ютуба, она у тебя вся вот... С мочи началась. У тебя перед глазами имеют, ведь справедливо тебя назвать, один из первопроходцев, у кого большой канал, был большой шоу. Ты, в принципе, развернул огромную деятельность здесь. Я понимаю, что это твои... Ты был как Йода, это твои юные падаваны были. Тот же, кто был? Асхаб Тамаев, по-моему, с тобой. Блин, не было такого ощущения. Просто была движуха, в которой люди участвовали, и оно как-то, знаешь, само шло, 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 и все понимали, что что-то в этом есть. Вот как-то так. Ну, со стороны, то, что я видел, поправь меня сегодня не так, что это движуха вокруг Хача была. А потому что был мой канал. Тут все очень просто. Я не получаю... Я из этого говорю, юные падаваны. Я их приглашал, да. Потом все пацаны увидели, как и в любой стартап-сфере. Все выросли. А почему я сам не сделал? А почему? Да, что мне мешать самому это сделать? Это же так просто. И все разошлись. А от сотрудников, вот наше дело, редактор, редактором у меня, Артур, работал. Да. Красавчик. Ушел, сделал, видел, как это изнутри работает, у него получилось. Нашел деньги там, сделал даже какие-то, сейчас я видел, значимые бои в индустрии. Но они шумят, на них обращают внимание. Да, участники тоже видели там. Причем многие из них, даже Асхаб часто писал, говорит, возвращайся. Там, Хусейн Адама. Вот честно скажу, для меня это было неожиданно. Я думал, что, типа, Северный Кавказ, ну, спортсмены не будут так относиться. Они очень душевно писали, говорили, мы бесплатно у тебя подеремся, возвращайся, типа, прекращай там, что тебе это Америка. Ну, и в итоге, даже у них терпение лопнуло, я понимаю это, они захотели что-то свое делать. Это логичная история. Ну, я не могу сказать, что, типа, подаван был или еще что-то. Мне чуть-чуть раньше эта мысль просто в голову пришла, и все. Ну, ты следуешь советам легендарного Хабиба. Stay humble. Good for you. Ну, опять же, это мое мнение. Кстати, Хабиб, Хабиб, классный парень, но некоторые проекты мне не дал сделать, потому что вот у него такое более консервативное отношение, традиционное, и там мы хотели реализовать кое-какие вещи, и Хабиб сказал, что, блин, это просто хайп, типа, не надо туда идти. А если положить руку на сердце? И, кстати, рынок даже, извини, пожалуйста, рынок даже начал делиться на таких консервативных ребят и вот таких... Сейчас даже есть понятие классическое ММА, то есть до поп-ММА, ММА многие не воспринимали как спорт, а с появлением поп все познается в сравнении, это уже классический спорт стал. И, наверное, если будут бои на ножах, сейчас и кулачные бои станут сразу классическим. Кстати, мы вне эфира с тобой обсуждали, что кулачные бои признали спортом. Да. И опять же тебе прилетает сейчас комплимент, что, в принципе, ты начал движуху эту вокруг поп-ММА, по большому счету. Поп-ММА, да, я помню, как очень сильно хейтили, и спонсоры не заходили, и даже вот Горилла, которая... Сейчас повсеместно всех этот... спонсирует? Да, на тот момент не готова была в это заходить, потому что воспринимала как фрик-шоу эту историю. Банки не готовы были заходить и так далее. То есть букмекерки единственные, кто были готовы давать деньги на эту историю. Но, как видишь, индустрия просто вот резко я уехал, и такое ощущение, как бы, знаешь, что-то щелкнуло. Порвало. И все, да, сказали, давайте делать это, это сейчас нужно рынку. Ты думаешь, это как-то связано с тем, чтобы началась пандемия, и, в принципе, наверное, логично, что просмотры любых шоу выросли очень сильно. Людям же нужно что-то смотреть, наверное, было, они сидели дома. Блин, ты знаешь, мне кажется, вот есть некий такой слом, да, вот после совка были бандиты, помнишь, да? Там воры, бандиты, вот эта вся история, у них была сила. То есть каждый раз, как будто какой-то, каждый какой-то проходит цикл, и людям нужно выхлопнуть, куда-то выпустить пар, и это происходит разными способами. Вот сейчас то самое время, когда люди хотят видеть мордобой именно, знаешь, и это пройдет, и придет опять позитив, я уверен в этом. В этом тоже есть позитив, кстати, ты часто употребляешь, вспоминаешь, не употребляешь, вспоминаешь кавказцев, я думаю, что в принципе плотно ты начал работать с ними на битве за хайп, и как человек, который сам родился на Кавказе, я помню, в Собчак у тебя было обсуждение, она говорит, ой, у тебя был такой смелый пост по поводу кавказцев. Тебе не кажется, что очень много в принципе предрассудков по этому поводу? Сейчас же очень много вообще этой шумихи, и сейчас Кадыров недавно высказал, с тем, что зачем называть имена преступников, финациональность точнее, так проблема в том, что кавказцы не делают большинство преступлений, в принципе, они могут быть грубо изнаружи, но добрые внутри, я думаю, что вот поп ММА их как шоуменов раскрывает очень сильно, потому что в принципе разговор, я предполагаю, в Махачкале, в Грозном, в Нальчике, в Назране, в Владикавказе, где-то, на углу, это комедия, там сидят чуваки, человек 5-6, готовое шоу, это готовое шоу, причем, кто первый вынесет на нормальный экран, оформит это все, это как Кейпилл будет, потому что приколы, которые у кавказца бывают, это золото, это на камеру никто не скажет, покруче любого барата, 100%, это чисто комедий клаб идет, потому что я вырос вот в таких компаниях, когда ты приходишь и начинает вот сейчас рост баттл, у меня рост баттл был круглые сутки, и если ты ростишь еще плохо кого-то, тебя прожарку такую отправляют самого, вау, и поп ММА не всех, много таких мужланистых, грубых типов, вот таких, про них не берем, но прям прикольных ребят, они прям смотрятся в кадре, они как этот, смотрятся, они только недавно начали щупать Ютуб, да и соцсети в целом, и первые, естественно, кто начал щупать, те, кто духом сильный, там ничего не боится, не думает, да, дерзкий, я думаю, там будут вот следующие этапы, тоже они придут, если обратишь внимание, среди вайнеров, пранкеров, тоже появляются сейчас кавказцы, у них там по 100, по 50 тысяч подписчиков, но это уже сигнал к тому, что именно интертейнент, многонациональная история, она придет социальные сети. У меня была вообще гипотеза, что вот это распространенное такое клише, что кавказцы шумные, а все люди плюс-минус одинаковые, да. Ну, это не клише, давай будем. Есть такие, но они бывают очень яркие, я подумал, что очень много кавказцев может, вот именно шумных вот этих. Я бывал у вас в гостях в Осетии. Потому что вообще история такая интересная. И я там был вот за большим застольем, там были разные люди, там вот чиновников, спортсменов, уважаемых людей. Это было шумное застолье. А я на свадьбе, супер веселое, супер позитивное, супер дружное. И ко всем гостям относились очень с большим, глубоким почтением. Это высказывалось и в тостах, и просто в личном общении. Безусловно, но все равно мы, вы умеем в этом плане шуметь. Так я подумал, что очень многим кавказцам подойдет сейлс, продажи, потому что когда ты шумный, навязчивый такой, ты будешь продавать хорошо тогда. 100%. И может быть, надо им осваивать продажи. Мы вернемся сейчас. И закон. И закон. В том числе. Но на юридическом факультете очень много учатся. Ребята, насколько они знают закон, я не знаю. Не буду говорить за них. И вот возвращаясь к тому, что мы говорили, что какой-то человек в жизни, и ты это не отрицаешь, почему бои? Оно напросилось. Оно все, само собой, напросилось. У меня же был конфликт Асхаба с Марвином. И на тот момент... В татуировках Марвин. Да, из Украины. И на тот момент я запустил свежее шоу, называлось шоу без названия. Я их пригласил пообщаться, они пришли, и уже тогда это было примерно как, знаешь, будущий бой, как сейчас это уже все привыкли. Асхаб со свитой пришел, Марвин со свитой пришел, нам пришлось их завести в разные гримерки, напряжение дикое, охрану мы везде все поставили, то есть попытки были сцепиться уже там в коридоре. И когда они вышли, начали общаться, стало понятно, если это выпустить на улицу, а там это была принципиальная история. Ну, это криминальная уже история какая-то. Да, что они бы в любом случае решили бы подраться, потому что уже настолько опубличилось, это люди знают, надо выяснить, кто прав, кто виноват. И я понял, что надо сделать вот этот бой по правилам спорта. Мы быстро узнали, как союза ММА рефери привезти. На тот момент у Толика Сулианова был зал в торговом центре, где... Старт на аэропорту. Старт, да, на втором этаже. Мы созвонились, я говорю, можешь помочь, дайте, я говорю, вот и все организовать. Он говорит, я тебе помогу, ищу охрану, говорит, дам тебе, у меня есть типа ЧОП, они тебе помогут. Мы это сделали у него и пошло-поехало. И в этом же выпуске я в подводке еще говорил, слушайте, говорю, а не запустить ли мне промоушен после этой истории, потому что оно прямо само напрашивается. И оно набрало там что-то 15 или 20 миллионов просмотров, я понял, ну вот, новая история, которая пришла сама в руки. Хочется с тобой, конечно, о Ютубе много поговорить и о боях, потому что эти две истории у тебя связаны. Не было ощущения, что ты, когда уехал в Америку, ты нишу потерял, когда ты видел, что это вот так вот развивается очень сильно. Первое время нет, потому что мечта горела очень сильно американская, American Dream. А потом, когда я понял, что, ну, все неподъемно, очень тяжело, была мысль, а вот что бы я сделал сейчас? Вот если бы я вернулся в Россию, чем бы я попытался удивить? Потому что так получалось, что карьера росла таким образом, что я создавал что-то, что сначала воспринималось в штыки, а потом становилось трендом. И я сейчас думаю, блин, от меня такого же чего-то будут ждать. Вот есть некая идея, я сейчас пытаюсь ее там склеить, собрать, если получится, и это зайдет, я буду очень рад. Дай бог, чтобы зашло, это связано со спортом, наверное, и с YouTube. Да, потому что на мне сейчас тройная ответственность, и это очень сильно давит. Типа, знаешь, все хотят камбэка такого, чтобы прям опять нашумело. Я такой сидишь, думаешь, блин, как вас удивить, ребята, уже столько всего. А в какой момент это отрезвление в Америке пришло? Потому что я знаю, что Америка на пятую точку очень так жестко может посадить. А по всем фронтам финансовые расходы, там все дороже намного. По неудачам, когда у тебя здесь череда успеха, ты начинаешь думать, что ты особенный. Ты можешь себе позволить любую историю, и она у тебя получится. А когда у тебя там череда неудач, словно как у любого бойца, вот у него будет там пять поражений, и он придет к выводу, что надо завязывать, все, это не его история. Почему не поперло в Америке? Вот как здесь я начинал, приведу пример. Я начал что-то снимать. Какая-то аудитория на Демнике Хача начала появляться. Ты приходишь, начинаешь говорить, я вот там снимаю это, у меня есть аудитория. Можно ли с вами по бартеру это? Ну, то есть по крупицам это все собирается. Другому там блогеру, который тоже что-то делает, если у вас подходящая аудитория, вы там за идею начали что-то тоже делать. То есть финансовых потерь ты никаких не несешь, вы тратите время и ресурс канала обмениваетесь им. В Америке то же самое примерно. Но проблема в другом, когда ты приходишь не говоришь на английском, когда ты иммигрант, и даже если я не знаю твой бэкграунд и делал там мировую узнаваемость и шоу с пощечинами, они сначала тебе рады, там позитивно тебя воспринимают, но потом вы садитесь разговаривать, о чем-то договариваться. Вот допустим, ты американец, да, я пришел и говорю тебе, давай сделаем подкаст. Ну, такой, ну-ки, я его знаю, знаю, что за шоу он делает, но он не говорит по-английски, какой от меня выхлоп, от него выхлоп. И ты уходишь, и твоему менеджеру, с которым ты приходил, который говорит на английском, приходит чек за коллаборацию 70, 100 тысяч, 120 тысяч долларов. Они видят твои успехи и сразу... Они считают цифры, да, видят, на чем ты ездишь там, то у тебя все в порядке, то есть, ну, нет смысла с тобой что-то там дружить и не получится, ты просто не говоришь, что это на физике. Капитализм, welcome. Да, но нет, это могло бы быть, я же говорю, вот если бы я там был и там родился и вырос, но они хотят на тебе заработать, и это в Америке во всем. Когда ты приезжаешь, поэтому говорят, от 5 до 10 лет, чтобы обзавестись контактами, связями, и у тебя начинало это что-то получаться. А первое время, если бабло есть, пожалуйста, ты король в Америке, Америка тебя будет любить и принимать. Но если бабла нету, а бабло очень быстро там заканчивается, то построить что-то крайне тяжело. А если сравнивать российский YouTube и американский YouTube? Российский YouTube сейчас маму делает во всем мире все YouTube. Серьезно? Да. Потому что у нас самородки, которые не могут пробиться в телек, пробиваются в YouTube, либо с телека идут на YouTube. И качество и уровень продукта очень высокий. А в Америке, как был YouTube блогерский, с камерой, максимум с одним оператором, так и остался. То есть, ты говоришь про серьезный продукт, и здесь это уже в бизнес превратилось. Сейчас со скачка в России в YouTube зайти с этим телефоном будет тяжело, я думаю. Очень. Только в TikTok. А, и в TikTok разрывает молодежь сейчас. А то, что вот... Но все циклично, Георгий, если обратишь внимание, вот был Одноклассники, да, он и есть. Да. Ну, для нас был с тобой, да. Да. А для моей мамы есть. Там чуть помоложе поколения это Facebook. С YouTube такая же история. Начиналось все с кисок и собак, и там с неудачных падений, нарезки вот этих хайлайтеров. Выросли эти люди же выросли. Не просто они выросли, а пришел взрослый контент-мейкер, который сказал, ой, я вам сейчас буду здесь что-то рассказывать интересное. И сейчас аудитория YouTube, она стареет, тоже как на Facebook и на Одноклассниках. Хоть сейчас там цифры все еще безумные, 2,6 миллиардов, по-моему, YouTube-аудитория, но весь драйвер молодежи пошел в TikTok. Соответственно, с YouTube произойдет примерно то же самое, что с Facebook и Одноклассниками, а в TikTok появится свой хач, свой дуть, своя редакция. И длинные видео появятся? Уже 10 минут есть, а было 15, потом минута стала, потом 3, пока я в Америке был, сейчас 10 уже минут. Наверное, это будет немного по-другому, потому что это вертикально и уже там технически чуть-чуть по-другому. Но там будут свои герои, которые сейчас все вместе вырастут, у них появятся те, кого надо хейтить, своя Бузова, своя суперзвезда в Астраде, не в Астраде, а в музыке и так далее. То есть, вот это все новое поколение сейчас растет, за которым мы наблюдаем, как в свое время наблюдали за нами ТНТшники и Comedy Club, когда мы приходили только вот на заре. Когда раздевали YouTube. Да, на заре, и они не понимали, что с нами делать. Во-первых, они искренне удивлялись, я их понимаю, с какого фига мы здесь с огромной командой, ресурсами готовимся. У нас там креативная команда, с которой мы сидим по 6-8 часов. Соти человек, раздуваем, да, этот взял камеру и зарабатывает столько же, больше даже некоторых там из них, да, и никаких усилий для этого нет предварительных, подготовки никакой нет. И нас троллили, и потом все это сейчас мы видим, как закончилось. Сейчас весь ТНТ, очень рад заходить в YouTube, очень много продуктов ТНТшных есть в YouTube, потому что вот, ну иначе ты не выживешь. Они корпоративно зашли, это Вячеслав Дусмухамедов, как я понимаю, во главе этого всего войска. Да, серый, главный серый кардинал. Ну да, они зашли по-взрослому и как-то подвинули, по-моему, всех в принципе. Профессионально потому что зашли. Я у Дудя говорил даже, когда придет профессиональный игрок и профессиональные продакшены, нам будет тяжело. А как ты Дудя вообще феномен оцениваешь? Потому что интервью очень тяжело уже найти в российском YouTube, где не упоминается Юрий Дудь. Да. Ты у него был в самом начале, до его взрыва вообще. Я был, по-моему, третий выпуск был. Он мне скинул выпуск с Бастой, говорит, смотри, типа вот такую вещь делаем. Он мне лично написал, можешь ли прийти? Я говорю, вообще офигенно, да, с удовольствием приду. И мне до сих пор там в интервью я спрогнозировал, что он сдуется. И насчет фильмов какие-то делать. Ну и уйдет от этого жанра. Да, да. А оказалось это не так. Оказалось, что действительно YouTube начал превращаться в телек, где начали появляться свои ниши, которые начали набирать обороты. А я на тот момент делал все, развлекал, типа, знаешь, как аниматор зрителя. То есть у меня были интервью и влоги, и все это в перемешку. Ты все пробовал, короче, потихоньку. Да, да, все туда пихал. И я думал, что вот зритель уже настолько искушенный, что ему нельзя дать что-то моно, типа, знаешь, отдельную историю. Полный метр какой-то. Да, ему надо на всех эмоциях, как на баяне играть, на гармошке. Оказалось, нет. Люди готовы, аудитория готова. Взрослая аудитория пошла туда. Моя мама смотрит YouTube. И моя смотрит YouTube. Да, им это даже интереснее, чем телек сейчас. Они что там, включают телек фоном, пока готовят, но если специально хотят что-то посмотреть, они заходят на подписки и смотрят. Ну и плюс-минус твои подписки, это твой вот, в общем, тарелка твоя, где ты переключаешь свои подписки. Круто, потому что в интервью Собчак ты перечислил, кто в YouTube. Ты сказал, Давыдыч, Дудь, вот ты и я. На тот момент. На тот момент, да. Вообще, и наблюдая из Америки за российским YouTube, кого ты отмечаешь, кто тебе очень нравится, что ты думаешь, вот круто. Ну, ЧБД, безусловно. Это оригинальный проект, который... Оригинальный, смешной, дерзкий. То, что вот у блогеров было, и профессионалы поняли, как это сделать таким форматным. И ты был на ЧБД, и как у тебя впечатление? Ты же сам не дала. Да классно. Ну, я не знаю, как это со стороны будет выглядеть тяжеловато, но спасибо ребятам, что не было какой-то грязи и оскорблений. Вот с Олегом Майами была грязь и оскорблений же? Ну, да, ему не повезло. Я там, когда пришел, я не знаю, когда у вас это выйдет, они попросили, правда, не выкладывать до ничего, типа анонс. А мы после выложим по-любому. Если после, это супер, они говорили, я когда туда пришел, я первое, что сказал, я говорю, вы говорю поаккуратнее, у меня есть тренер по ЧБД. Ну, Олегу я... Я говорю, если хотите, наберем ему. И опять ему прилетело столько, я не знаю, вставят они это или нет, но Олегу достается, хотя он потом второй раз пришел реабилитировался, и ребята тоже понимали, что чуть-чуть перегнули. Но в целом, это, знаешь, такая история, когда медийно, бойцу надо доказать пойти против какого-то соперника, где он чувствует себя не сильнее, не чувствует себя доминирующим, а ЧБД – это для медийных персон возможность проверить себя, готов ли ты пойти на такой психологический тест. – Ну, наверное, сказывается то, что пять против одного в любом случае тяжело. – Как и в реальном бою. Но это прикольно, это мне нравится. – Есть такая тема, мы часто это обсуждаем. Вот есть интервью, это мы, значит, мы с тобой сидим, так, Амиран, где ты родился, сколько лет, сколько зарабатываешь, то себе-бо себе. Подкаст – это же больше… – Беседа. – Беседа. И я огромный фанат Джо Рогана, как хипстер, так я с самого начала. – Знаешь, за сколько он продался недавно? – 100 миллионов. – Да, мотивация как тебе? – Демотивация, но вот мотивация. – Мотивация. – Мотивация бомба. Око, Иви, МТС, Сбер. – Ссылка в описании. – Ссылка в описании, мы готовы за 100 миллионов продаться. Именно вам. Но там же интересный кейс, что кто-то критиковал эту покупку за 100 миллионов долларов, а потом, я забыл этого журналиста, он посчитал, как акции Spotify выросли на этом всем. И то, что Spotify заплатил Рогану 100. – И при этом он все равно договорился в YouTube выкладывать себе. – Он клипы выкладывает, и плюс Spotify выросли акции в разы, и стоит, что они сколько-то миллиардов на этом сделали. – Ну, не только поэтому. Там вообще много разных причин. – Я думаю, это в целом очень история. – Он привел им интеллектуальную публику, которая не так много в Америке. – А Spotify – это вообще шведское, оказывается, шведское приложение. Я помню, когда он, по-моему, так я следил за тобой и за ним, и ты же видишь комментарии тогда, кто есть, ты с кем следишь, комментируют друг друга. Я помню, он выставил пощечины, и ты ему пишешь, Джо, со своей странички, может, не ты писал, типа DM, почитай директ. Он ответил в итоге или нет? – Нет. – Джо, мы со своей огромной аудиторией просим тебя ответить наконец-то. – Ты знаешь, уже нет смысла, но я просто понял на тот момент, я не знал подход, как вести, как достучаться до тех американцев, которые в этой индустрии, в спортивной, многого достигли. В итоге, Дана Вайт потом сам написал, а Джо Роган, сейчас я понимаю, не очень корректно написал. Он достаточно состоявшийся человек, а я ему написал, как американцам, которые привыкли все время спрашивать, типа, какой бюджет? Я ему написал конкретно цифру, типа, выйди на связь, я тебе заплачу столько. – А, так ты еще… – И мне потом сказали, что так нельзя с ними, тут как бы те, кто спрашивает бюджет, это корректно, когда ты уже состоявшемуся в звезде говоришь… – Называешь прайс сам? – Да, называешь прайс сам, это некрасиво. – А с Дану Вайтом как у вас общение пришло? – Вообще, это смешная история, я никому не рассказывал, как оно началось и что мне пришлось использовать, но если хотите, у вас тут расскажу, раз дело такое пошло. – После Кирилла Сарычева уже ничего не страшно. – Когда Джо Роган выложил, многие паблики начали в Америке выкладывать, очень многие, вот сейчас Хазбула также на всех этих пабликах, где пощечины выкладывали, он в Америке есть, в TikTok пабликах и так далее. И мне Дану написал в Директ, а я в этот момент был в стриптиз-клубе, и английский мой был очень плохой, и он мне говорит, можем прямо сейчас созвониться, у меня типа есть желание тебе предложить кое-чего. Я говорю, да, конечно, у меня началась паника, а мы там чуть-чуть выпили, я зову менеджера и говорю, у тебя есть кто-нибудь, кто говорит на английском? Она говорит, сейчас поищу. Она уходит, приводит девушку, топлес голая, она садится, я говорю, как тебя зовут? – Я не только разговариваю, но английском. – Как-то да, не помню уже, ну, Оля, допустим. И она сидит такая, что-то знакомится со мной, я говорю, ты по-английски говоришь? Она говорит, ну да, в совершенстве. То есть она думает, что ты к ней подкатываешь, особый фетиш. Я говорю, хорошо говоришь? Она говорит, да. Я говорю, ну супер, пойдем со мной. Потом спускаюсь вниз, я понимаю, что сейчас там холодно, ну прохладно было, да, уже поздно ночью. – Она раздетела. – А внизу, да, внизу там в коридоре не особо ловить будет. Я говорю, иди оденься. Она говорит, ты меня забираешь? Я говорю, иди оденься просто, сейчас я тебе скажу, что мы будем делать. Она одевается, спускается, я звоню Даню на номер, который там есть, ставлю громкую связь, я ему говорю, типа мой английский очень плохой, у меня сейчас переводчица будет, я тебе буду с ней разговаривать. И мы на улице стоим, стриптизешь и разговариваешь с Даном Хайдером. – Это чистое предпринимательство, это дух предпринимательства, который ты привез из Москвы, прям, да. Крутая история. И в итоге договорились о чем-нибудь? – Да, мы с ним встретились в ЛА через месяц в отеле на Беверли-Хиллз. Переводчиком у меня там уже был Таир Мамедов. – Вау. – Мы вместе сидели. – Ты сразу Таир. – Да, и он мне помог очень сильно, мы пообщались, но не договорились, он потом дал генерального директора Fight Pass. Он предложил мне там условия определенные, но мы не договорились, потому что авторские права хотели забрать, и деньги, которые они предлагали, для меня не деньги были важны, мне хотелось выстрелить именно в Америке. Но этого шанса бы не было, потому что в любой момент меня могли выкинуть. – Они права хотели забрать себе, потому что на Fight Pass у них. – На все, и даже архив, который у меня был, тоже купить и принадлежал бы им. – По-взрослому они зашли. – Если ты помнишь, в свое время они так забрали в Японии, где Кедя дрался, Прайд, использовали тизеры с архива, тубили. – И запретили промоутеру сколько-то лет вообще выступать, делать бои. – Да, да. Ну и максимум прогресс, который у нас был в переговорах, мы долго постоянно бодались, разговаривали. Ну хорошо, ты в России у себя делай, а на весь мир ты не можешь. Ну я тут уперся. Я вспомнил историю Сильвестера Сталлоне с книгой Рокки, что он шел до последнего, продал свою собаку. Но я так далеко не зашел, пришлось вернуться в Россию, но на тот момент у меня такие мысли были. – Ты ему сказал, как Сильвестер, «Ининг, how hard you hit, how hard you can get hit and keep moving forward». Блин, круто. Я однажды был в Вегасе, это был 13-й год, и мы шли в казино в МДЖМ с другом, и как бы то бывает, строительство там, типа леса какие-то делают, вот такой туннельчик небольшой по тротуару. И мы идем, и там толпа людей, как раз бой завтра, Андерсон Сильва, Крис Уайдман, это был легендарный апсет. И мы проходим с другом, и я смотрю, Дана Уайд в окружении этих фанатов. А он тогда постил в Твиттере, в Инстаграме, я раздаю там пару билетов на ивент, буду там-то, там-то, кто первый прибежит, я ему даю. И я обалдеть, живой Дана Уайд. Но с точки зрения бизнеса, как мне кажется, они более конкретные, чем мы, и в принципе говорят, как есть, давай, дай мне права, все так, 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 ну, короче, у них никаких... Все четко, да, все четко, жестко, и нету вот этого у нас, нам давать шансы. Неловкости какие-то, да. Обосрался нафиг с рынка, все. И если что, тебе сразу дадут контракт, вот так. А вообще история, когда начиналось у тебя с боями, с Ютубом, какие-то контракты ты подписывал, допустим, я же мог как молодой блогер к тебе прийти, вот там, как пиявка присосаться, там, пиариться за счет тебя, то, сё, там, всё посмотреть у тебя, потом сделать свой канал, уйти. Есть, возможно ли, что ты взял, мне дал контракт, вот так поработай, потом подумай. Ты знаешь, на тот момент, я так как сам выстрелил вот так из ниоткуда, у нас была история вот с блогом, с друзьями, с Тёмой, ты знаешь, Артёма, Макса, Близнецов. Ну, незнаком, я понял, это вся была история, типа, знаешь, мы дружим, искренне дружим, после того, как там определенные разногласия возникли, что тоже нормально, все там растут, разные видения, у меня были мысли делать контракт, но я потом как-то к этому отнесся, что я беру в рабство человека, даю ему возможность, и дальше он должен всю жизнь отрабатывать, и зная, как другие продюсеры постоянно воюют со своими артистами, а артисты их ненавидят дико, я к этой истории так и не пришёл, но сейчас я понимаю, что рынок сформировался, он стал профессиональный, телевизионный отчасти, и без этого ты не выживешь, просто человек, даже не задумываясь, если не будет иметь никаких обязательств, перебежит на другой канал. В момент, когда неловко, я понимаю, о чём ты говоришь, потому что сам занимаюсь бизнесом, и общаюсь со спортсменами, и работаю, это всегда неловко, я думаю, там, с другом, артистом тяжело подписывать контракт, но я себя поймал на такой мысли, что эти контракты неспроста появились, кто-то походу скурвился несколько раз, а кто-то сказал, слушай, давай-ка контракт мы сделаем с тобой, ты хороший, и всё такое, я тебе верю, и потому что кто-то когда-то курвился, теперь есть эта система контрактов, хотя люди продолжают курвиться с контрактом или без. Но у нас менталитет другой, согласись, даже если есть контракт, решаться будет не по контракту, скорее всего. У меня одна просьба, не раскрывать условия нашего контракта. Хорошо. Сколько миллионов долларов ты запросил за это, или дал нам, я не знаю, но там были миллионы долларов. Опять этот меркантильный хач. Всех появился, всех заработал. Из того, что ты говоришь, и в принципе, вот ты говоришь, там ждут очень сильно твоего камбэка. Я думаю, что учитывая, что твой взлет был стремительный и быстрый, ты очень много шишек набил и многое узнал. Плюс потом у тебя был, вообще, я когда учился в бизнес-школе, привет, сколковый MBA, фулл-тайм MBA 4, ребята, мы последний из магикан. Часто там у нас вели постоянно зарубежные профессуры вся, из топовых бизнес-школ. И как правило, когда мы обсуждали какой-то очередной кейс, они говорят, если не сломано, не чини. Там условно, вот работает у тебя бизнес, несет тебе копейку. И пока ты, грубо говоря, из этой скважины все не достал, не беги к другой скважине. По-простому вот так. Тебе не кажется, что этот принцип чуть нарушил, когда в Америку ехал? А он всегда у меня был такой. Я не знаю, что сделать с моим организмом. Он у меня всегда такой неусидчивый, неугомый. Вот тебе кажется, что я спокойный, на самом деле я вообще неспокойный. Мне огромных усилий требуется, чтобы даже в таком состоянии сейчас находиться. И это сильно, очень сильно изматывает. А желание, ну вот ты сделал, да, и тебе кажется, блин, ну ты это уже сделал, зачем тебе опять дальше этим заниматься? Ну окей, я еще это поделаю, а хочу еще что-то удивить сделать. Я вот сейчас вижу со стороны Моргенштерна, Алишера, офигенный пацан, степень выгорания, каким образом сейчас происходит. Он дал за два года или за сколько, за три года, все, что можно было дать. Он мог пять лет или семь карьеру себе вот так держать примерно на одном уровне, выпуская это чуть реже. Тем более молодой парень. Да, но хочется, вот если есть этот драйв и тебе хочется прям делать, да, надо делать. Его не уберешь, нет у меня такой структуры в голове, знаешь, мозги не работают. Так, так, сейчас я распишу и буду делать из этого бизнес-план, процессы, здесь это, там это, это творчество. Либо тебя прет, и ты делаешь это и пользуешься моментом, ну, либо это не будет такое яркое, это будет что-то... Это смелый подход очень. Нет. Как говорил Стив Джобс, хвала безумцам, смельчакам и так далее. Ты в любом случае красавчик, я тебе искренне говорю. Стив Джобс у меня на обложке компьютера всегда. Вдающийся человек. И мы с тобой до подкаста говорили, пользуясь случаем, хочется тебе, в принципе, пожелать удачи в твоих начинаниях. Спасибо большое. И всегда камбэк, это гораздо круче. Мой брат, Суслан Дженаев, он капитан Сочи команды, вратарь. Я не знаю, вы пересекались или нет, но Суслан легенда, по мне, российского футбола. В чем суть? Ну, вообще, с параллельных классов. В десятых, в начале, в десятом, одиннадцатом играл в Спартаке московском. Московский спартак не любит кавказцев, насколько я знаю, фанаты их. В общем, он был номер один вратарь. Он хорошо стоял. И тут у него какая-то черная полоса случается. Он бах пропустил, причем, ну, вообще какой-то, который никогда не пропустил. Задумался. У него буквально из рук выпадал мяч, как будто сглазили парни. В итоге он остается без команды. Его выгоняют со Спартака, увольняют. Он где-то играет, перебивается. В итоге он без команды. Он вот как спортсмен уходит, профессионал, на самое дно. Короче, он совершает камбэк. У него сухая серия сейчас, третья в истории российского чемпионата. Он входит в топ-20 пенальтистов, которые отбивают пенальти. И когда человек вот в каком-то из фильмов, по-моему, «Сошел-медиа-дилемма» говорит, что у нас мозг не эволюционировал настолько, чтобы принимать весь этот хейт либо одобрение от миллионов. Мы привыкли жить небольшими группами людей. Это, в принципе, очень сложная задача, как я понимаю, справляться с этим всем. И ты набрал огромнейший опыт. И я думаю, что, в принципе, твои бицепсы гораздо… Если ты в них веришь, то они гораздо крепче, чем у многих других блогеров. Так что очень благодатная почта для твоего камбэка. И камбэк всегда мотивирует. Ведь многие голливудские фильмы про камбэки. Вот также Марат Балаев, который сидел 10 лет в тюрьме, а потом вышел и стал чемпионом на ICB. Киношная чистая история. Также Амиран Сардаров был на пике… Вышел из американской тюрьмы. А в Америке ты что только не прошел от медицинского успокоения до дуя в дык и так далее. Красавчик. Так что мы тебе ДСЦО, Волга, КГБ. Спасибо большое. Мы все тебе желаем больших успехов. Спасибо огромное. Это просто такое лирическое отступление, прежде чем мы будем задавать самые жесткие вопросы. Их нет у нас, Амиран. Насчет… Ты вспоминал Осетию. У меня с моим братом и нашим другом у нас клуб Академии Немного Сталайна ММА. И я поделюсь небольшой историей. Не то, что я говорю больше гостя, вы меня простите, ради бога. Но история крутая. Значит, три или четыре года назад, наверное, три, Артур Таймазов, депутат Госдумы, друг Амирана, трехкратный олимпийский чемпион, делает открытие Таймазов Тим своей командой профессиональной по вольной борьбе. Кстати, представитель этой команды уже за сборную России и за Урбек Седаков в Токио стал олимпийским чемпионом. И в честь открытия клуба он делает турнир у Владикавказии в Манеже. И привозит целый чартер. Я думаю, это что-то вообще беспрецедентное. Такого никогда не делали. Целый чартер суперзвезд спортивных. И там было то ли 40, то ли 50 олимпийских чемпионов. И два блогера. Гурам Тесцевов и Амиран Сардаров Дневник Хача. И в общем, когда ведущий объявлял гостей всех, ну, все хлопали. Тихонов, шестикратный олимпийский чемпион. У-у-у. Там, Садулай, все-все-все, you name it, как говорится. Третьяк там были все. Но ни на одного олимпийского чемпиона, суперзвезду спортивных. Не было такой реакции, как на тебя. На этом старом манеже крыша чуть не взорвалась. Но это дети. Дети в основном так реагировали. разницы нет. Они же были там, и это было большинство арены. Это люди в первую очередь. Так или иначе, ты в их жизни уже был. Это уже как бы, ну, окей, меня любят миллиард детей, а тебя 100 мужчин взрослых. Ну, дети круче миллиард. Так что я хочу сказать. И там был тонкий момент. Ты тогда еще говорил, ну что, хотите битву за хайп? Они, да, хотим. И у нас был пару дней назад с тобой разговор. Что ты был против. Я был против того, что делать в Алане и ММА. Но мы тогда, смотри, я поясню это в эфире, мы тогда еще даже не открылись. Мы, безусловно, гордимся тем, что мы сделали. Академия и наборств мы планируем вообще покорять мир. Но у нас какая тема была? Алане было написано на стене. И предыстория чего? Мы сделали Алане, написали на стене, чтобы не писать на полу. Допустим, меня будет коробить, если будет на полу, Россия написана. Ну, типа, когда у них на паркете значок Лос-Анджелес, никого это не смущает. Так вот, а предыстория была такая, что у Мухаммеда Алина в аллее Голливуд его звезда не внизу, а единственная на стене. Ну, мне кажется, хороший паркетинг. Зачем у нас Алане? И я говорю, да какой, говорю, вы что, дневник, хотя битва за хайп, сейчас у нас будут карлики здесь, пощечины, шлепки по попам, а мы тут Аланю даже на пол не сделали. И, в принципе, ты говоришь, ты не жалеешь? Я говорю, я нет, потому что это был бы укол адреналина просто, и все. Ну, неделю. Причем, самое интересное, что многие люди, которые пересеклись бы с тобой, бы поплыли. Вот, я думаю, ты замечаешь, ты психологически. в плане, было бы толчок для них? Психологически то, что, в принципе, слушай, я парень из небольшого города тренирую, к примеру, и тут мега, супер, пупер, миллионник, десятимиллионник, вот со мной на фотке рядом, слушай, да я тоже походу что-то себе представляю, раз уж такая движуха, здесь олимпийские чемпионы, все должно быть вовремя, как мне кажется, потому что для простого человека, когда приходят звезды, селебрити, ютуб, и вот он ты живой, да походу жизнь вообще не зря прожита у меня. Простой человек так думает, ты же понимаешь, о чем я говорю. Ну, я рад, что сейчас в Северной Осетии благосфера развивается. Они ждут тебя. И я на тот момент, когда был, был молодой парень, который подошел, попросил, по-моему, пять или семь советов, он сейчас часто где-то мелькает. серьезно? Да, я не помню его имени, но я говорю, слушай, самое главное, ты просто делай, вот что осудят, ну, ходи по грани, это в любом случае лучше будет работать и привлечет себе внимание. И он потом начал какие-то безумные актерские вещи делать, которые явно ему не свойственны были, но это было настолько искренне, от души, думаю, блин, классно, человек поверил в эту идею и начал повторять. Что касается какой-то там звездности и нашего вклада, ну, откровенно, мы не несем тот вклад, который несут те самые спортсмены легендарные, которых Артур Таймазов привез в Северную Осетию. И когда такая реакция на тебя, кто-то скажет, хайпажора, да, ты чувствуешь неловкость, вроде здесь такие звезды, они таким трудом... Ты придумал хайп, по-моему, в этой стране. Они таким трудом это прошли, а ты там в бои впервые вообще окунулся, там тяжелее, вилки ничего не держал, а тут делаешь бои, вроде там, да, и забрал эту аудиторию немного на себя. Вот, но это вот, к сожалению, время такое, ты ничего с этим не сделаешь. Вот молодежь это главный драйвер, и тот, кто смелее немного думает, а просто идет вперед, у него, скорее всего, рано или поздно что-то получится. Почему сделаешь? Делаешь крутое шоу, которое ты привезла в Россию? Надеюсь. Надеюсь. В принципе, я еще раз хочу сказать спасибо, потому что нас поддержал, это дорогого стоит. Спасибо, Большое тебе спасибо. И если ты скажешь пару слов нам пожеланий, мейн-ивенту, мы будем тебе благодарны. Мне очень приятно, что уехав из Америки, я сейчас попал в мини-Америку все равно. А, здесь у нас? Да, здесь. Это по-американски, это стильно, я вижу ваше желание преуспеть в этой истории. И это трушно, что самое главное и важно для меня, потому что именно так я начинал, показывал все абсолютно искренне, как есть, не лукавил, не приукрашивал. И вы к этому проекту относитесь так же. Я надеюсь, что зрителей в Ютьюбе осталось еще трушного больше, чем желающего увидеть там какую-то грязь и скандалы там, да, вот эти все окна нагиевские, они оценят по достоинству то, что вы делаете, поддержат вас, и вы будете набирать, как Джо Роган, обороты в подписчиках и в гонорарах потом возможности заработать многомиллионные, пусть даже рублей пока. Взаимно, тебе огромных успехов, и чтобы ты раскрылся полностью, как человек творческий, как творец, как мужчина, как муж, как семьянин, как друг, и не бросай нас надолго больше так, Амиран. Нет, я, знаете, что понял, что талант не только находить возможности там, где их тяжело увидеть, но иногда талант признаться себе, что ты взялся за неподъемный проект. Поэтому я в России, я люблю Россию, спасибо, надеюсь, еще что-нибудь с вами вместе сделаем такое, что вас порадует. Ladies and gentlemen, he is back. Вот мы с Тио Джобсом обсуждали. Его последняя книга, которая вышла после его смерти, я считаю, это самая мотивирующая книга, вдохновляющая, и при этом показывает те, насколько мир не такой розовый, особенно в юности, когда ты видишь мир немного по-другому, насколько мир другой, но только от тебя зависит, добьешься ты своей цели и исполнишь ли ты свою мечту. Эта книга, мне кажется, поможет именно те нотки затронуть внутренние, которые тебя побудят идти к своей цели и не отклоняться от нее. Поэтому книга Стива Джобса. с твоей подписью. Это странно, но я подпишу. А кто победит? Давай вопрос какой-нибудь. А пусть победит тот, кто придумает идею для нового шоу для меня. Ну, помимо того, что я сейчас собираюсь сам сделать, у меня есть свои идеи. А может кто-то сейчас, я знаю, вы смотрите YouTube, практически все, и вы чувствуете то, что, может быть, сейчас напрашивается. Скажите, что бы это могло быть? И та идея, которая мне больше всего понравится, книга уходит вам. Так вот же в самом начале предлагали Stone Faces, но только другой вариант. А, ну не пусть вы не можете. Вы хотите книгу забрать, да? Конечно.